Всем привет! С вами Кэт Рукодельница. Сегодня мы будем вязать вот такой узор спицами. Такие вот интересные диагональные зигзаги. Я набрала петли крестообразным способом. На моем канале есть подробное видео, как производится набор. Таким образом, можете перейти по ссылке в верхнем правом углу экрана и посмотреть. И еще я провязала ряд изнаночных петель. Раппорт нашего узора составляет 12 петель, плюс 1 петля для симметрии, плюс 2 кромочные. И 8 рядов. Первую петельку мы снимаем. Затем провязываем 1 петлю лицевой. Накид. 3 лицевые. Затем 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо. Я петельки перевешиваю, так как я вяжу бабушкиными петлями лицевыми. И чтобы при провязывании с наклоном вправо петля не была перекручена, я их перевесила. Если вы вяжете классическими петлями, то перевешивать не надо. Затем 1 изнаночную. И 2 петли вместе с наклоном уже в левую сторону. 3 лицевых петли. Накид. И далее вяжем опять повторяем с первой петельки наш раппорт. И когда все наши раппорты, необходимое количество раппортов мы провязали, у нас остается последняя петля для симметрии, и ее мы вяжем лицевой. И кромочная петля. Поворачиваем вязание. Первую петлю также снимаем. Вяжем 2 петли изнаночной. Делаем накид. На изнаночной стороне мне удобнее делать накид вот таким образом. 2 изнаночных. И следующие 2 петли мы провяжем вместе изнаночными, скрещенными. То есть я их буду подхватывать не за переднюю стеночку, как мне удобно, а именно подхвачу за заднюю стеночку. Дальше 1 лицевая. И следующие 2 петли вместе изнаночные, уже просто за передние стеночки. Дальше 2 изнаночных. Накид. Изнаночная петля. И последнюю петлю для симметрии вяжем также изнаночной. И кромочная петелька. Поворачиваем вязание и следующий ряд. Также первую петлю всегда снимаем. Кромочную. 3 лицевых вяжем. Накид. 1 лицевая. И 2 петли вместе лицевой с наклоном в правую сторону. Изнаночная. И 2 петли вместе лицевой с наклоном в левую сторону. 1 лицевая петля. Накид. Вяжем 2 лицевые. То есть раппорт нашего узора закончился. И последнюю петлю для симметрии вяжем также лицевой. И кромочная петля. Первую петельку снимаем. Вяжем 4 изнаночных петли. Делаем накид. И 2 петли вместе изнаночной скрещены. 1 лицевая петля. 2 вместе изнаночной. 1 накид. И 3 изнаночных. То есть дальше уже повторяется наш раппорт. И в конце всегда петли для симметрии мы здесь вяжем тоже изнаночной. И кромочная петля. Следующий ряд. Первую петельку мы также снимаем. Вяжем 1 петлю изнаночной. И затем 2 петли вместе лицевой с наклоном в левую сторону. 3 лицевых. Накид. Лицевая. Накид. Опять же 3 лицевых. И 2 петли вместе с наклоном в правую сторону. Я их также перевешиваю, чтобы они не были перекрученными. Дальше идет повторение нашего раппорта. И кромочная петля для симметрии в этом ряду вяжется изнаночной. И дальше кромочная петля. Дальше первую петлю мы опять же снимаем. Лицевую вяжем 1. 2 петли вместе с изнаночной. Дальше 2 изнаночных. Накид. 3 изнаночных. Накид. 2 изнаночных. Теперь 2 петли вместе с изнаночной скрещенной. Дальше идет повторение раппорта. И петля для симметрии вяжется здесь лицевой. И кромочная петля. Следующий ряд. Первую петлю снимаем. 1 изнаночная. 2 петли вместе лицевой с наклоном налево. 1 лицевая. Накид. 5 лицевых петель. Накид. 1 лицевая. И 2 петли вместе лицевой с наклоном в правую сторону. Раппорт узора начинает повторяться. И петли для симметрии в этом ряду вяжем изнаночной. И кромочная петля. И последний восьмой ряд вяжем. Первую снимаем. 1 лицевая. 2 петли вместе изнаночной. Накид. 7 изнаночных. 2 петли вместе изнаночной и скрещенной. Дальше раппорт опять узора начинает повторяться. И петля для симметрии вяжется лицевой. И далее кромочная петля. И затем узоры уже начинают повторяться опять с первого ряда. На этом у меня все. Если вам понравился мой видео урок, обязательно ставьте лайки. Не забывайте подписываться на мой канал. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok